Всем привет, с вами канал Widget Gaming и 29 августа вышла игра в стиле RPG и файтинг под названием Absolvent. В этом выпуске я бы хотел разобрать про что эта игра, секрет прохождения, секретный 4 класс, пьяный мастер и чего нам ожидать в ближайшее время от этой игры. Сюжет этой игры рассказывает нам про элитные войска Absolver, которые сражаются за поддержание стабильности в мире, контролируемые гайдами, новыми правителями павшей империи Adal Empire. Вам как и остальным претендентам стирать память и отправляют таинственные земли, чтобы пройти испытания дабы стать Absolvent. Но по мере прохождения вы будете встречать себе подобные, в которых должны будете победить. Также вас будут ждать дружелюбные NPC, которые по минимуму будут вам рассказывать полезную информацию. Перейдем к классам. Вам дается на выбор 3 класса, которые ориентируются на уклонение, блокирование и парирование. Также в игре присутствует 4 класс, пьяный кулак, который использовал Жекчан в фильме пьяный мастер. Чтобы его получить, вам нужно прокачаться до нужного уровня и найти секретного босса в локации башни. Где открывается дверь к последнему боссу. В плане игрового процесса 50% игры это файтинг и остальные 50% это бег. Но если углубиться в саму игру, все гораздо сложнее. Герой дерется не для того, чтобы победить, а чтобы выучить противника его приемы, который может добавить в свои сочетания атак. Хоть вы и обучаетесь приемами противника во время сражения, помните, что при смерти полученные знания сбрасываются. И приходится изучать все сначала. Поэтому не спешите, блокируйте, уклоняйтесь и копируйте движения противника. В этом смысл игры абсолдер. Как небольшой совет, после использования уклонения нажмите на среднюю кнопку к колесам выше, чтобы выйти из фокуса и отойти от противника. Вместо постоянного юзания пробела. Так вы не будете тратить много выносливости. И интересный фактор. Скорее всего создатели были вдохновлены Dark Souls, раз решили сделать ее похожей. Алтари, которые похожи на костры. Обычные мобы, которые заставляют вас поботеть. И запутанный сюжет. Преподносится маленькими частями. Но поскольку сюжетная линия этой игры очень короткая, они решили не вводить телепорт в игру. Все ради того, чтобы увеличить время прохождения игры. Но как бы то ни было, боевая механика меня очень порадовала. Я увидел движение своих любимых фильмов. И в Мон Олдбанк, и Пьяный Мастер. Поэтому эта игра будет многим по вкусу. Рекомендую ее играть по сети с друзьями. В плане недостатков, мультяшная графика, отсутствие мини-карты, телепорта, короткосюжетные линии и сервера лицензии очень лагают в стиль. Хотя разработчики обещали это исправить в ближайшее время. И самое главное, после прохождения игры вас будет ждать намек о продолжении второй части, либо DLS. Так что будем ждать новостей. И кстати, общее время прохождения игры от 2 часов до 4. Но если вы хотите по максимуму насладиться, то можете потратить и все 8. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь вам понравилось. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DLS. Субтитры сделал DLS.